Здравствуйте! В эфире передача «День за днём» с вами в студии Алина Сазонтова. 22 августа Россия отмечает День государственного флага. Флаг наряду с гербом и гимном является государственным символом. Белосинекрасный триковор стал флагом России 24 года назад. Соответствующий указ издал президент России Борис Ельцин. Российский триковор – это предмет гордости и национального единства, символ славы и побед многих поколений россиян. А что произошло в нашем городе, узнаем прямо сейчас. Основные темы выпуска. Параллельно проверить все игровые площадки по третьему краю. Новости из городской администрации. Информация, получаемая с камер наружного наблюдения, будет использоваться для обеспечения правопорядка в городе, в общественных местах. Порядок в городе будет под видеонаблюдением. Мне понравился танец с яблоком, потому что сразу не получалось и было смешно. Дети центра «Солнышко» отметили яблочный спас. А сейчас об этих и других событиях подробнее. В Ельинском районе международная экспедиция военных и поисковиков начала работы по подъему боевого самолета Ил-2. Скорее всего, штурмовик сбили в 1943 году. На месте крушения найдены части капота и кабины, детали двигателя, офицерская пряжка, а также останки двух членов экипажа. Сейчас проводится работа по выяснению принадлежности самолета и поиску данных о лётчиках. К поисковой работе привлекли более 50 военнослужащих и 15 единиц специальной техники. На плановом оперативном совещании руководители комитетов и муниципальных предприятий подвели итоги работы за прошедшую неделю. Совещание проводил глава города Андрей Шубин. Комитет по городскому хозяйству доложил о ремонтных работах в городе. В парке 2-го микрорайона в рамках проекта «Комфортная городская среда» устанавливается освещение. Также около 1-го дома 2-го микрорайона идёт укладка асфальта. Жители 3-го микрорайона дома номер 1-Б пожаловались в администрацию на скопившийся мусор у входа и разбросанные окурки на придомовой территории. Глава города поручил разобраться в этой ситуации. Вчера мы разбирались, у меня материалы служебной проверки в отношении начальника ЖЭО и той бригады, которая ответственна. Поступают обращения граждан по этому вопросу. Они правы. То есть каждый нужен отвечать за своё направление. Ну плюс параллельно проверить все игровые площадки по третьему микрорайону. Коммунальные службы готовятся к осенне-зимнему периоду. В данный момент проводятся ремонтные работы на теплосетях 1-го и 3-го микрорайонов. О спортивных мероприятиях на этой неделе нам рассказала руководитель Комитета по культуре, спортной и молодёжной политике Анна Королёва. 24 августа в 11.00 на баскетбольных площадках 4-го микрорайона состоится торжественное открытие чемпионата 3х3 «Планета баскетбол. Оранжевый атом» среди филиалов АО «Концерт Росэнергоатом». С 24 августа по 26 августа в нашем городе проходит открытый кубок Центра России, кубок ООО «Полимер» среди мужских и женских команд по пляжному волейболу. Место проведения – спортивные площадки на территории стадиона детско-юношеской спортивной школы. 24 августа в 19.00 площадь администрации – лайв-концерт победителей первого сезона уникального проекта «10 атомных песен» в рамках проекта «Территория культуры Росатом». И также с 25 августа по 26-е на базе ФОК «Десна» состоится открытый турнир по бомбинтону «Атомный валан-2018». Торжественные линейки, посвященные Дню знаний, пройдут в наших школах 3 сентября в 10 часов утра. Инфекционные заболевания регистрировались на обычном уровне. 26 августа в деревне Моголинщина Смоленского района состоится военно-исторический фестиваль «От героев былых времен». Фестиваль проводится в рамках патриотической акции «Военная служба по контракту «Твой выбор». В программу фестиваля включены различные мероприятия – военно-историческая реконструкция, выставка военной техники и вооружения, работа выездной выставки музея «Смоленщина в годы Великой Отечественной войны», мобильный пункт отбора, спортивные силовые соревнования и игры среди гостей, полевая кухни и программы для самых маленьких, а также выступления профессиональных художественных коллективов. Начало в это воскресенье в 13 часов дня. О криминальной обстановке в нашем городе за минувшую неделю нам расскажет подполковник полиции Алексей Федосов. За прошедшую неделю в ОМВД России по городу Десногорску поступило 114 сообщений и заявлений. Совершено 4 преступления, 3 из которых раскрыто. Составлено административных протоколов 102, 84 по линии ГИБДД. Преступление террористической направленности не допущено, не выявлено. Сотрудники уголовного розыска города Десногорска задержали подозреваемого в вымогательстве. 29-летний мужчина требовал у местного жителя 5000 рублей за помощь, якобы оказанную в поисках пропавшего велосипеда. Подозреваемый, получив отказ, избил потерпевшего, причинив переломы ребер. Возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство». Ему грозит срок до 15 лет. В 2018 году, благодаря поддержке Смоленской атомной станции и Фонда ассоциации территории расположения АЭС, в Десногорске внедряется комплексная система «Безопасный город». В этом году в местах большого пребывания десногорцев будет установлено 10 камер видеонаблюдения. Сегодня мы расскажем вам, какие городские уголки будут обходить стороной хулиганы. Десногорск – город достаточно тихий и благонадёжный. И тем не менее, время от времени случаются происшествия, которые можно квалифицировать как непонятные акты вандализма и хулиганства. Так совершенно непонятно зачем. На общественном пляже ломали деревья, переворачивали урны и вырыли огромную яму. Участников таких действий очень трудно выявить, так как результаты обнаруживаются утром. И чаще всего такими местами в нашем городе оказывается пляж, центральная площадь и детский городок в 4-м микрорайоне. В этом году начались работы по установке камер видеонаблюдения. Управление по делам ГОЧС города Десногорска в 2018 году приняло участие в конкурсе, проводимом Росэнергоатомом в рамках проекта «Безопасный город». Мы победили в этом конкурсе и получили финансирование. На эти денежные средства был осуществлен ремонт помещения и подготовлены рабочие места для оператора системы «Безопасный город». В настоящее время монтируются камеры видеонаблюдения в городе. Здесь будет располагаться пункт управления и мониторинга за окружающей обстановкой. Информация, получаемая с камер видеонаблюдения, будет использоваться для обеспечения правопорядка на территории города. Камеры установлены на городском пляже, над детским игровым городком в 4-м микрорайоне, и после ремонта фонтана под наблюдением будет центральная площадь. Сделан ремонт в оперативном диспетчерском пункте. Проект «Безопасный город» получит свое продолжение в следующем году, и другие общественные места будут меньше доступны для нарушителей правопорядка. 25 августа на баскетбольной площадке 4-го микрорайона в 8 часов вечера пройдет демонстрация российских фильмов в рамках всероссийской акции «Ночь кино». К трансляции будут представлены фильмы «Танки», «Последний богатырь» и «Рубеж». Сотрудники историко-кровеческого музея Десногорска регулярно знакомят детвору города с праздниками, поверьями и традициями наших предков. Вот и в этот раз они пригласили к себе в гости воспитанников Центра социальной помощи семье и детям «Солнышко», чтобы отметить вместе «Яблочный спас». Подробности далее. «Яблочный спас» – один из первых праздников урожая, день с которого, согласно поверьям, природа разворачивалась от лета к осени и зиме. Только с этого дня наши предки позволяли себе есть яблоки и блюда из плодов нового урожая. Существовало множество примет и поверьей, связанных со спасом. Освещенное яблочко считалось чудотворным и способным исполнить желание. Девушки заговаривали яблоки, чтобы в этом году выйти замуж. Ребята очень внимательно смотрели и слушали презентацию, знакомились с русскими традициями и приметами. А затем сотрудники музея организовали для них различные конкурсы, викторины и игры. Все они, конечно же, были связаны с главным символом праздника – яблоком. Мальчишки и девчонки складывали слова, собирали урожай, отгадывали загадки, вспоминали сказки и поговорки, собирали пазлы, танцевали с яблочком. Конечно, особый восторг у ребят вызвало угощение. По старинной русской традиции они загадали желание и полакомились яблоками с медом. Мероприятие прошло на позитивной ноте, и дети остались в полном восторге. Мне больше всего понравилось, какие были сегодня конкурсы, особенно в ложках яблоки носить из воды. Я бы посоветовала следить за традициями, смотреть приметы, такие праздничные дни православные. Мне понравился танец с яблоком, потому что сразу не получалось и было смешно. То, что на праздники надо макать яблоко в мед и есть, чтобы желание сбылось. По окончании мероприятия сотрудники музея провели акцию, посвященную Дню государственного флага России. Они повязали ребятам ленточки с символикой и рассказали историю рождения и становления российского триколора. Мы любим Россию! И коротко о погоде. 23 августа будет ясно. Днем плюс 21, ночью плюс 10. На сегодня это вся информация. Все самое актуальное и интересное вы можете найти на сайте С вами была Алина Сазонтова. Оставайтесь с нами! С вами был Игорь Негода.